Первый блин-компания, вернее её первый куб, вышел, откровенно говоря, комом. Напомню, разочаровал он меня своим чересчур, мягким и каким-то даже несерьёзным мультяшным звучанием. Поэтому лично для меня интересен он был только лишь своим необычным дизайном. А вот новое устройство компании, которое теперь называется просто DA1, хоть и получило достаточно бюджетный чип, зазвучало на мой вкус гораздо интереснее своего более дорогого предшественника. Стоит Уизер Дей 1,46 долларов, продаётся, естественно, в официальном магазине на Алиэкспресс, а поставляется вот в такой небольшой белой коробке пенали. С одной стороны которой видим цветное изображение донгла, его название и эмблему сертификации. А с другой стороны видим его характеристики. Чип ES9270, выходная мощность 70 мВт при 32-онной нагрузке. Поддерживаются файлы с разрешением 384 кГц на 32 бита, DSD-128. Свисток имеет аппаратную, то есть свою личную громкость и один стандартный 3,5-мм выход под наушники. Поддерживаются все доступные операционные системы, даже iOS-устройства при наличии специального или специальных переходников. Ну а внутри коробки мы найдём с вами само устройство, переходник на обычный USB, краткий мануал и одну наклейку Hi-Res Audio. Превратившись из куба в привычный для донгла в прямоугольник, это устройство не стало выглядеть как-то хуже или проще. На мой взгляд, наоборот, стало выглядеть даже как-то посолиднее. Ещё несмотря на то, что D1 полностью металлический, он имеет совсем небольшой вес. На верхней поверхности видим его название и разрешение, поддерживаемое разрешение. На правой боковой грани видим логотип компании, видим две раздельные клавиши громкости и между ними маленький светодиодный индикатор, который, естественно, меняет свой цвет в зависимости от типа и качества воспроизводимого файла. Клавиши регулировки громкости имеют здесь чёткий и достаточно тугой ход и, кстати, совсем никогда не гремят и не шумят. Даже если сильно потрясти свистком, то они греметь не будут. На нижнем торце расположился один-единственный выход под наушники, а с противоположного выходит симпатичный плетёный кабель с Type-C коннектором, который, кстати, стал гораздо толще и надёжнее той ниточки, которая была у куба. Снизу видим только крепёжные винты, при помощи которых корпусу и привинчена эта самая нижняя панель. А левая закруглённая грань этого свистка уже совершенно свободная. В работе с разными операционными системами и устройствами, несмотря на некоторые различия и особенности, которые, конечно же, у него имеются, этот ЦАП, по моей оценке, зарекомендовался как стабильный и очень даже надёжный. Все, без исключения мои музыкальные программы и плееры, которые, конечно, имеют эксклюзивный доступ к USB-ЦАП, работают с ним действительно, друзья, абсолютно без всяких сбоев. И, конечно, несомненным плюсом этого недорогого ЦАПика является его аппаратная громкость, которая имеет 30 уровней, 30 делений и достаточно небольшой и равномерный шаг. Ну и для справки, регулировка громкости работает не только в популярных программных плеерах, но и практически во всех стриминговых музыкальных утилитах. На Android-устройствах можно использовать оба варианта, то есть регулировать громкость или с самим смартфоном, или же непосредственно с донгу. Здесь вам в помощь USB Audio Player Pro или Hi-Bee Music. Вот на iOS-смартфонах громкостью можно управлять уже только лишь со свистка. Доступ к громкости iPhone этот донгл блокирует. Однако, лично для меня в этом есть и некоторый плюс, потому что благодаря хорошо выделенным и рельефным клавишам громкости очень удобно регулировать слепую, то есть не доставая смартфон из кармана. Кстати, с помощью этих же клавиш можно еще пропускать или переключать треки. Для этого достаточно просто нажать и удержать кнопку плюс или минус в течение всего 1 секунды. Правда, почему-то работает это только на iPhone и на MacBook, а на всех домашних Xiaomi я этим воспользоваться, к сожалению, так и не смог. И еще микрофон гарнитур. Этим ЦАП, как и было обещано, производителям поддерживается, но работает он исключительно с Android-устройствами, и только тогда, когда на них не включен режим эксклюзивного доступа к USB-аудио или так называемый режим Beat Perfect. Еще хочу предупредить вас о том, что этот свисток запоминает последний уровень громкости. После отключения от одного устройства с одними наушниками переносит его на другой. Поэтому после того, как подключились к другому источнику, пожалуйста, проверяйте текущий уровень громкости, чтобы случайно не оглохнуть. Похвалю Gea1 за отсутствие хоть какого-то нагрева и совсем умеренный аппетит. На 5 вольт он стабильно расходует совсем не критичные 0,05 мА. А по звуку получилось устройство, которое в лидеры не метит. На убийств всего, конечно, тоже не претендует, но в своей ценовой среде, я считаю, занимает достойное и далеко не последнее место. Я имею в виду общество таких портативных ЦАП, как, например, iBass ADC-05, Shenling Q1 Pro и всевозможных Tempotec. Кстати, что-то неуловимое между этим свистком и двумя последними свистками Tempotec действительно присутствует. То есть, на мой взгляд, Gea1 это эдакий симбиоз, который своей музыкальностью напоминает Sonata HD 3, а своей неплохой детализацией Sonata HD 5. Поэтому звук здесь нетрадиционно по-сабросски, там какой-то цифровой, холодный, безжизненный или пресный, а наоборот, более натуральный, более тёплый и живой. В то же время он получился более собранным и очерченным, чем звук самого первого ЦАП-компании, который, напомню, для меня оказался слишком мягкотелым и вялым, а другими словами, слишком уж музыкальным. Этот же при достаточно неплохой детализации воспринимается нейтральным, но и не скучным. Где нужно, как говорится, он может пройтись по тебе плотными, раскатистыми, низкими частотами, которые, кстати, несмотря на уровень свистка, передают и текстурность, и достаточно глубокие тембры, и неплохой, или даже классный панч. Может порадовать ровной, и далеко не сухой, и не скудной на детали серединой, в которой ещё обращает на себя внимание её естественный плотный тембр, её общая ширина, я скажу так, непоказательная, конечно, но всё-таки неплохая проработка плана вглубь. И может ни в коем случае не напрячь, а наоборот, именно приласкать аккуратными и слегка смягчёнными верхними частотами, которые, на удивление, здесь не являются какой-то неоформленной, сыпящей острыми осколками массой, а наоборот, радуют слух своим собранным, но и достаточно подробным звучанием. Поэтому, благодаря тому, что этот свисток сильно не акцентирует высокие, средние и высокие частоты, он достаточно толерантен к плохим записям и к тем наушникам, у которых эти диапазоны имеют явный акцент, или к тем, где с этими диапазонами сильно переборщили. Так что ещё раз, ребята, если этот ЦАП сравнивать с разными линками, Экми, Монриверами, он, конечно, на их фоне будет отличаться более простым и кучным звучанием. Проиграет в детализации и проиграет в построении сцены. А если сравнивать с ровесниками и однокашниками, то совершенно среди них не потеряется. То есть он их тоже не переиграет, но некоторыми своими нюансами всё-таки будет чем-то даже интереснее. Например, в сравнении с iBasso DC05 и Shanling Q1 Pro покажется менее ярким и агрессивным, более гладко звучащим. А рядом с Tempotec Sonata HD3 более светлым и немного более шире звучащим. По глубине сцены он, конечно, ему проиграет. По мощности, я думаю, вам и без меня всё ясно. Этих 70 милливатт, уверяю вас, хватит для очень большого количества разнообразных внутриканальных наушников и не сильно упертых вкладышей. Если же в ваш парк входят какие-то сильно тугие, или внутриканальные планары, то, конечно, уже есть смысл брать что-то более мощное. А в эпилоге скажу вам, друзья, о том, что новый продукт от Wither, на мой взгляд, вышел вполне конкурентоспособным даже среди более старых и опытных игроков, таких как Tempotec, таких как iBasso, Shanling Q1, Direct и прочих. За вполне разумные деньги, мне кажется, это устройство получилось очень даже сбалансированным. Смотрите теперь, что мне в нём понравилось, а что не понравилось. Мне понравился его дизайн и эргономика, его достаточно низкое энергопотребление, понравилось отсутствие заметного нагрева по истечению даже очень длительного времени работы, и без всяких сомнений понравилось его приятное для уха натуральное звучание. Двоякие впечатления остались от реализации аппаратной громкости. С одной стороны, пользоваться клавишами удобно, с другой стороны, мне непонятно, почему управление ими недоступно на Android смартфонах. Я имею в виду именно переключение треков. Но могу предположить, что дело пока ещё с ром программного обеспечения, возможно, в скором времени, мы увидим с вами обновление, которое исправит. Этот, на самом деле, не сильно критичный для меня недочёт. Так что, если вы стоите перед выбором недорогого портативного ЦАП, советую приглядеться к этому субъективно, по моему мнению, удачному устройству. А у меня на сегодня всё. Всем спасибо, всем пока.